Консервативный Первомайский парк станет современнее. По словам руководства зоны отдыха, в этом году на территории будут проходить лазерные бои. Современный аттракцион «Лазертак» заменит интерактивный тир. Любители экстрима будут ходить по веревочным трассам в нескольких метрах над землей. Канатный парк натянут между крепкими соснами. Приедут люди с Москвы, они сами будут все это натягивать, смотреть, как трассу лучше проложить. У них будет три уровня сложности. Поэтому специалисты, когда приедут, они сами сформируют их. В зависимости от того, какие требования к ним вызываются. Вороны деревьев позволяют это делать, да? Да. Эти сосны, состояние, их позволяет сделать такой парк. Отдохнуть в Первомайском парке смогут и любители двухколесного транспорта. На территории решено сделать велодорожки за счет собственных средств руководства спортивного комплекса «Юность». Частично изменится граница. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в парке, поэтому перенесут забор, он будет отгорожен. Въезд будет со стороны «Юности». Там у нас, к тому же, есть прокат велосипедов, то есть можно будет ездить. И этой зимой мы хотим попробовать залить эти дорожки льдом, чтобы можно было кататься в парке на коньках. Но прежде к открытию в парке необходимо решить еще и ряд вопросов. В Первомайском не хватает света. Проблему освещения намерены решить в ближайшее время. Кроме того, на будущий год парки отдыха областного центра планируют включить в проект «Городская среда». Поэтому чиновникам необходимо определить перечень необходимых работ в местах отдыха. Мы, собственно, приехали все. Со мной вместе мои заместители и руководитель проекта Владимир Александрович. Нам нужно было определиться действительно, а что нам будет нужно для всех горожан в этом парке. Потому что кроме того, что нужны аттракционы, нужно просто комфортное пребывание. Что входит в комфортную зону, мы вот сегодня и определяли. Готовность парка оценят эксперты специальной комиссии после 20 апреля. Пока здесь тихо. Официально парк откроется традиционно 1 мая. Денис Савериденко, Максим Шейкин, Первый областной.